Вчера состоялся пристур по проектам Всемирной продовольственной программы ООН по поддержке сельских малоимущих жителей. Само мероприятие прошло в Кочкорском районе Нарынской области. Цель программы такова. Малоимущие семьи работают на инфраструктурных объектах, а программа ООН обеспечивает их продовольствие. Грант на осуществление проекта выделила Япония. Для начала мы отправились на проект по питьевой воде в селе Туз. Более подробно обо всем нам рассказал главный специалист Кочкорского районного управления соцразвития и труда Джуман Асыр Абдулдаев. Привлечено 41 малоимущих семей, в котором проживает 300 человек. Также мы не могли не узнать, что думают сами рабочие насчет этого проекта. Конечно, встречались и были. Самая первая трудность – это нет вода. Вода не была. Вот это трудность. А вот это трудность – ерунда. А вот это рабочий процесс, то, что мы копаем, закопаем, раскопаем – это ерунда. Главное, нам нужен источник. Для местных это огромная радость. До того, как запустили проект, нужно было ехать 2 километра, чтобы добыть воду и флягами на след доставлять ее в село. Теперь, когда активно ведутся работы, местные жители лишь отшучиваются, что после того, как появилась работа у них, больше нет работы у их любимого ослика. Далее мы отправились в соседнее село Эпкин, где для женщин провели тренинг по овощеводству. И сейчас они работают, выращивая овощи в теплицах и не только. Подробнее обо всем нам рассказала тренер-агроном Иманакулова Роза. С родовольственной программой здесь японский проект. Мы обучили 25 малоимущих женщин, обучили их, как построить дешевый парник. Они сами во время практики построили и обучились. Сейчас они уже посадили рассаду. И, значит, капусты. Вот, вот. На рассаду. Вон там. Покажите, какую-нибудь. Вон там. Вот. И вот дальше. О, хорошие ростки идут. Следующее село удивило швейным делом. В селе Орток женщины были обучены шитью подушек и тушеков. Цех настолько стал знаменит, что уже начали поступать заказы из соседних сел. О том, как началось мини-производство, нам рассказала швея Коджембердиева Джозгульд. Мы начали четыре дня учились все, как шить, как сделать все продукции. После этого мы шили джуркан, тушек. Неделя была, неделя была? Неделя. Материалы для производства женщины берут дома. У кого что есть. За день группой они могут сделать один тушек, цена которого – 600 сомов. Пресс-тур завершился посещением домашнего цеха по выпечке в селе Актала. Там женщины рассказали об их деятельности, которая приносит 400 сомов в день. В цехе посменно работают 6 человек, так как места там немного. Сама программа является некой мотивацией для уязвимых слоев населения, ведь работы в селе немного, следовательно, проблемы с продовольствием. А благодаря данному проекту жители могут обучиться и за это получить определенное количество муки и масла. После – работать, а впоследствии зарабатывать определенную денежную сумму для обеспечения себя и своих семей. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует.